Вот мы стоим в очереди за билетами, чтобы посмотреть особняк Эллиса Пресла. Мы уехали в среднюю макиву и там, где он жил. Еще... Расположено в городе Мемфис, Теннесси. А особняк называется Грейсланд. Да. На самолеты мы не посмотрим, потому что это отдельный тур. И что мы в самолетах увидим? А особняк это интересно. Да, тут вот куча народу в очереди стоит. И мы вот тоже в эту очередь загружаемся помаленьку. Сейчас посмотрим, где лежит Элвис Пресли. И его туалет сравним с гостиничным, с утренним нашим. Вот мы стоим в новой очереди. Теперь уже на автобус, который нас повезет в особняк Элвиса Пресли. Который находится просто через дорогу. Да-да. Мы по карте посмотрели. Там нам вот этот аудиотур. Все дела. У всех приподнятое настроение. Жалко, нельзя будет снимать внутри. Да-да-да. Написано, что видео нельзя снимать внутри особняка. Можно только фотки делать. И то без вышки. Ну, мы наделаем фотографии. Обещаем вам. Постараемся. Не может быть видео с фотика. Всем привет. Вот мы сходили в музей Элвиса Пресли. Точнее, в его усадьбу. В усадьбу? Да, в усадьбу Элвиса Пресли. Он спустил себе целую усадьбу и жил все время в ней. Под названием Грейсланд. Грейсланд, да. Который находится, мы уже говорили, в Мэнфисе, штат Теннесси. Вот. У него был свой авиапарк. Он летал на субсиденных самолетах. Здесь даже есть экскурсия по ним. Но она очень дорого стоит, поэтому мы туда не пошли. Да-да-да. Вот из-за забора на самолет смотрим. Ну, мы узнали очень много интересных фактов про него. Про то, что он умер от сердечного приступа. Я не знаю. Вот я это раньше не знал. Что он пережил свою... О, его отец пережил его, а его прабабушка пережила... Не, просто бабушка. А, бабушка. То есть бабушка умерла позже него и позже его отца. Короче, там четыре могилы Элвиса, его родителей и его бабки по отцовской линии. И самый прикол в том, что бабка сначала схоронила самого Элвиса в 77-м. Потом схоронила своего сына, отца Элвиса в 79-м. А потом решил, ну ладно, и мне уж помирать можно в 80-м. Короче, да, капец. Бабка всех прижила, до 90-х лет дожила. А Элвис очень много выступал на сцене. Видать, у него были проблемы с сердцем, что это очень тяжелая работа. Нет, там не проблемы с сердцем. У него очень была длительная история этих медицинских рецептов. Ему выписывали на всякие успокоительные, обезболивающие наркотики. Он их долго жрал и в конце концов нажрался до такой степени, что у него сердечный приступ был. Ну да, короче... Как там было написано, long story of medical prescriptions. Да, да, да. Короче, мне подарили этот плакатик, потому что я зачекинился на Foursquare. Да, товарищи это. Foursquare рулит и вообще... Да, в отделке очень много special offers. И типа можно бесплатные чипсики получить мы в осени получили. Здесь вот постер такой клевый. Вообще, Элвис очень крутой чувак. Его музыка мне, на самом деле, вот я только сейчас понял, насколько у него крутая музыка. И очень хочу послушать, потому что он сломал все жанры. Он смешал черную музыку с белой. И в своем южном стиле это очень круто. У него самый нативный южный акцент. Вообще круто. Да, за неделю нахождения на юге мы должны признаться вам, товарищи, южный акцент это пиздец. Это полный П. Если будете в Мэйвисе, обязательно сходите туда, там очень круто. Мы не могли там снимать, но... Да, там запрещают снимать и даже вспышку нельзя использовать. Но это простое, да. У него там были свои клевые комнаты. Одна была для телевизоров, другая была... Да, мы все нафоткали, все выложим. Да, вот так вот. В общем, да, тут прикольненько. Стоит 31 бакс. Но, в общем-то, оно того стоит. Как обычно, все организовано, нам понравилось. Парковка 10 долларов здесь стоит, но мы запарковались на соседнюю парку. Мы, в общем, свернули, как обычно, раньше времени на каком-то повороте. И там была какая-то соседняя парковка рядом с каким-то магазом Элвиса Пресли. Там одна халява, поэтому мы стоим там. А так парковка тут 10 баксов. Вообще обдираловка. Ну все, поехали дальше. Да. До следующих включений, дорогие телезрители. А вот это мы находимся в музее пожара в Мемфисе. И тут лошадка стоит. Шурик, погладь его. Неужели бы наступить сюда? Это робот был. Ты погладил только что робот. А вот звонок в полицию 9-1-1. Все прям как в сериале 9-1-1. Тут скорая в натуральную величину. О, кто-то кричит что-то. А-а-а-а. Здесь пожарки их новые, современные. Шурику нравится, что здесь все интерактивное. Смотри, показывают как. Да, я уже сказал. 9-1-1 выезжает на вызов. Ну это полицейский вызов, потому что синяя кнопочка. Тут кнопочки не работают. Нет, когда она закончится, можно будет выбрать какой звонок. В полицию, в милицию, в скорую. В милицию? Нет, все, в милицию больше звонков не будет. Тетке прорывается какой-то хрен. Она позвонила в 9-1-1. Быстрее, пожалуйста, спасите меня. Вот прибежал пент. И сейчас он ее будет спасать. Это фараон. Здесь же Мемфис. Я сказал пент. Фараон. В Мемфисе только фараоны. Здесь и пирамиды есть. Что, и все? Все. И будет показывать, как он ее будет спасать? Ну это же, типа, андрейд. Мне нравится. Fire call dramatization. Драматизейшн. А здесь показан макет старых пожарных станций, которые были на лошадях. Вот так вот выгоняли лошадок и гнали тушить. Сейчас просто используют железных коней. Вот и вся разница. Да, музей у них, конечно, клевый. Везде игры всякие для детей. Можно полазить, попрыгать. По лабиринтам поубегать. Еще, оказывается, у них пожарники, это частные компании. Вон написано. Где же я увидел-то надпись? Видал, сколько оборудование на себе несет пожарник? Да. Там целая схема здравия. А, здесь? Да. Ну да. И у нее еще... У нее там многослойный костюм, все пироги. В общем, крутая тема. South Memphis Land Company обслуживает. Ну, раньше обслуживала пожарники. Вон, полк. Ну, кстати, это список самых больших пожаров в Memphis. Офигеть. Их, я так понимаю, не так уж и много было, раз здесь весь список уместился. Какие-то вообще адские. Ну, АСКИ, я так понимаю, вот всякие на железнодорожных путях. Ну, смотри, вообще, вообще, как-то так. 1954 год. Это, ну, Oil Company. Че удивляться-то? Смотрите, лошадь разговаривает. И глазами моргает. Говорю еще лошадь. Мы закончили осмотр классного музея пожарников в Memphis. И тут вот на входе и на выходе, соответственно, есть такая мемориальная табличка. И, во-первых, барельеф такой, на котором пожарники изображены. Вот там какого-то выносят раненого, а этот, видимо, кого-то потерял, грустит. И там, кстати, написано, что колокол звенит, а мы отвечаем на этот зов. Вот. И вот здесь есть табличка, как часто погибают у них... Не как часто, а... Ой, ну, в смысле, все погибшие пожарники... На работе. На работе, да. И вот последняя табличка, вот, в цвет не попадающая, некий Wemble A. Jeffrey в 2005 году погиб. То есть, последний раз у них человек погибал на пожаре, пожарник, в смысле, погибал, 6 лет назад. Это в полмиллионном городе. Да, да, да. Довольно круто. А ведут они счет с 1880 года, и здесь порядка 30 человек всего погибло на работе. Ну, в принципе, сложно сказать, для пожарников много это или мало. Ну, прикинь, прошло 150... ну, нет. 130 лет. 130 лет. Ну, в общем, круто, да, круто. Видимо, у них и предупреждение пожара хорошее, и само тушение тоже хорошее. В городе Мемфиси, в котором мы сейчас все еще находимся, на парковке в центре, есть довольно большой процент гандонов, которые встают на парковку на халяву с аварийчикой. Прямо как в Москве. Причем на одном... На одной улице видим троих гандонов. А остальные просто стоят без аварийки, потому что ноу-паркинг на всей этой улице. То есть остальные более наглые. Смотри-ка, классный посеребренный гидрант. А вот у гидранта, кстати, никто не встает даже. Да, за гидрант тут яйца отрубят мгновенно. Мы сейчас находимся на юге Мемфиса, и как побывать в Мемфисе и не посмотреть на пирамиды. И вот мы решили доехать до пирамиды. Правда, это не пирамида Хеопса, но в принципе... Всего 98 метров. Да, но в принципе пойдет. И самое клевое в этой пирамиде в том, что там внутри не фараоны лежат, а настоящие баскетболисты выступают и играют в NBA. А еще там иногда проходит бокс. Например, Майк Тайсон там тоже... С Леноксом Льюисом гасился. Да, с Леноксом Льюисом. Что-то там какие-то конференции проходят. И построено это хрень в 91-м году. Вот сейчас служит прибежищем для птичек, как видите. Да, там очень много птичек сидит. Там еще и крыша сверху. Такое ощущение, что вообще здесь глухое такое место. Road Close знак стоит. Будочки какие-то заброшенные. А вон там Даунтаун. Железка какая-то. Мариотт, конечно. Ну да, Мэмфис такой, достаточно вальяжный такой город. Ну, как сказать, аморфный такой. Куча народа, которые паркуются вообще где хотят с аварийкой. Паркоматы не оплачивают. Ни хера не делают. Короче, такой очень расслабленный город. Мне кажется, тут как-то помаленьку это. Народ двигает отсюда. Ну да, он, по-моему, уменьшается в населении. Ну, в общем, надо ехать дальше. В Литл Рок. Можно еще в этот, на Билл Стрит съездить. А, давай на Билл Стрит съездим. Поехали. А вот мы находимся в Мэмфисе. На улице Разврата. Ну, это типа... Самая гулящая мина. Да. Если в Новом Орлеане это целый квартал, то здесь это всего два блока. Одна улица, которая состоит из двух... Длиной в два квартальчика. Да, да, да. Да не квартальчика. Квартал это... Блок это квартал. А, это квартал раз. Это кусок улицы между двумя перпендикулярными дорогами. А, ну, значит, там очень большой квартал в Новом Орлеане. А здесь... Короче, капец. Три блока. Да, грубо говоря. И что-то никакого настоящего разврата я не вижу. Только понедельник. Всем на работу пора. А-а-а. В смысле, все на работу пошли и сейчас идут домой с работы домой. Потому что... Ну, ладно. Посмотрим, что здесь еще есть. Вот и закончилась эта улица. Мы нашли только одну блюз-группу, которая выступает на улице перед людьми просто... Пойдем послушаем. Пойдем. Вот мы выдвинулись из Мемфиса в сторону Литл-Рока, потому что мы решили пойти на концерт Тейлор Свифт. И впереди нас едет фура, на которой написано Тейлор Свифт. Спик наулоу тур 2011. Да, мы едем за той фурой, которая едет на концерт с оборудованием стопудово. Номер запомним. 3-1-2-5-F-D. Будем искать эту фуру там у концерта. Едем в Арканзас, мать ваша. Вернее, мы уже в Арканзасе. Да, круто. У-ху.